У меня нет начала влога, поэтому привет-привет, добро пожаловать в новый влог. Эстет вам не ликует. Я сегодня была на обследовании, и так получилось, удачно сложилось, что клиника находится в доме моей Насти. Такого завтрака я нигде не видела, честно говоря. Вот все детали приводят меня в полный восторг. Посмотрите, какие классные вилки. Это Zara Home. Тарелки еще не успела узнать, но очень красивые. И у нас сегодня на завтрак... Я даже не знаю, во сколько Настя встала. Около сены ты говорила, да? Да нет, я не долго готовила. Короче, Настя вообще выготавливает так, что мне и не снилось. Это фритата. Сейчас буду пробовать. Я только раз в жизни ела. Салатик какой-то, хумус. Всегда забываю кинза. Кинза, огурчики, морковка и кофе. Да, это вообще убило меня в хорошем смысле этого слова. Настя еще и по-быстрому сделала фундучное молоко. Я. Приятного аппетита и увидимся с вами чуть-чуть позже. Микай, что происходит? Сосед купил сыну машину, и пока он у бабушки, машинкой наслаждается Игнат. Полития на районе. А там светится? Светится, конечно. Фюрация есть. Скажи что-то. Привет, привет. И я на трат. Ой, много. Тридцать три. А ты? Я на трат. Сесть. Шесть тебе, да. Пойдем гулять с Микой, Игнат. Хорошо, давай. Ну, круто же. Мы с Игнатом решили не скучать. Взяли велосипеды и поехали в Краков потихоньку. И нашли у нас здесь кемпинг, вот здесь на берегу реки, которая протекает рядом с нашим домом. И можно также арендовать каяки. Я переживала, есть ли наши велосипеды, потому что у нас не было ничего, чем можно было бы их как-то, знаете, прикрепить сюда, чтобы никто не угнал наш транспорт. Но, к счастью, все на месте. Между прочим, мы очень-очень довольны нашим детским велосипедом. Зодиак, который мы подарили его на день рождения Захарту, Захарочку и Игнашику. Вот, и он уже вовсю гоняет. Как интересно, мы зашли сюда, даже пообщались с некоторыми людьми. И здесь есть много иностранцев, которые приехали в Краков. Вот остановились здесь, под Краковом. Там сверху наша дорога домой, покажу вам. И да, отдыхают. Это совершенно небольшой кемпинг. Здесь есть удобство. Ну, там душевая, туалеты, понятное дело электричество, вода. Ну, а так мы, конечно, видели и побольше кемпинги. С удобствами, со всякими развлекухами для детей. Ну, знаете, что я не по этим делам. У нас перерывчик. Мы уже далеко заехали. И непонятно, когда доберемся в ресторан. И тем более, когда получим еду. Поэтому я взяла с собой кабачковые оладьи и кукурузку отваренную. Для меня и для Игната. И новая машинка. Игнат развел меня. Мы были на заправке и там продавались военные. Говорит, мам, ну, пожалуйста, собираю коллекцию. Мы едем по этой трассе. Она тоже идет вдоль реки. Очень комфортная температура сегодня. Была такая жара. Сейчас вот и ветерок, и 24 градуса. Могло бы быть еще и попрохладнее. Пух, всякие еще рассинки. Мика, гулять. Идем. Гулять, гулять. Мне нравится Мика. Она никогда никуда не торопится. Пойдем, пойдем, Мика. Просто в шоке. 4 часа на велике. Утренняя прогулка с собакой. И еще на час взяли эту машинку. По-польски это гокард. У него столько энергии, что я не знаю, как ее израсходовать в течение дня. Мы приехали в Скавинов парк. Это мое обожаемое место. Я уже вторую неделю высматриваю, когда зацветут кувшинки. Очень много цветочков. Но что-то как-то не так. Или, возможно, они цветут только утром, а я об этом не знаю. Мика, ты сейчас как шлепнешься туда? А еще здесь есть маленькие лебеди. Мы туда не пойдем, чтобы не шокировать родителей и детей. Но я их видела издалека. Куда-то пропал Игнат. Девчонки, какой крутой заказ ко мне приехал. Я не устояла, распаковала. Кое-что уже надевала. Записала примерку. И пока мы еще не уехали, мы собираемся в отпуск. Я не успеваю снять отдельное видео с покупками одежды. Поэтому вот так во влогах кусочками показываю все самое свежее, пока это есть в наличии. И также у нас период скидок. Поэтому всю нужную информацию я оставлю в инфобоксе. И это у меня заказ от бренда Aim Chloe. Я с ними познакомилась года три тому назад. Сначала я заказала свитер. Я поняла, что это то качество, та посадка, те материалы, которыми не могут похвастаться очень-очень многие бренды. И в этот раз я заказала чуточку больше. Потому что я уверена в этих вещах. Я знаю, что они мне и долго посужат. И они выглядят так, как надо. Вот прямо с иголочки. Они, с одной стороны, базовые, такие лаконичные. Но они хорошо вписываются в любой гардероб, на все случаи жизни. Их просто и легко миксовать. Но самое главное, что я ношу их с удовольствием. И, ну, ты же как-то несешь себя по-другому, когда на тебе прям качественная вещь. Итак, что я заказала? То, в чем вы меня никогда не видели. По той причине, что я не могла найти вот подходящие для себя модели. Это трикотажный костюм, который состоит из шортиков и из топа. Если вы не хотите, чтобы был открыт живот, у них есть еще и маечки подлиннее. У меня универсальный размер топа. И вот эти шортики в размере XSS. Они хорошо тянутся. И, господи, насколько у них приятный трикотаж. Это шорты из вискозы. Там вообще смесь. Я оставлю ссылку внизу. Можете глянуть полный состав. И они настолько мягкие и уютные, что из них не хочется вылезать. Они есть в разных цветах. И вы можете носить их как по отдельности, так и без ничего. Я же люблю поверх надевать жакет или любую рубашку. Потоньше или поплотнее, в зависимости от погоды. Сначала я взяла черный комплект. А потом вспомнила, что у меня есть еще топ в цвете хаки. Такой же, как черный. Вот Эймкло. Помните, я заказывала его весной. Показывала вам. И он очень хорошо носится. Не скатался. Все с ним прекрасно. И увидела в таком же цвете шорты. Здорово, что можно было просто докупить шорты. Что цвета совершенно не отличаются. Вот один и тот же оттенок. Шортики такие же по качеству. И они очень хорошо тянутся. Они не просвечиваются. Я сомневалась, влезу ли я. Ничего ли там меня сильно не перетянет. Но нет. Все хорошо. Поэтому у меня два комплектика. И этот комплект в цвете хаки можно носить и с белым цветом. С белой рубашкой, например. С чем-то в клетку. Или же с черным. С бежевым тоже очень красиво. Я увидела, что у Эйм Кло появились рубашки. Вот прям базовые, универсальные рубашки. Это стопроцентный хлопок. Я взяла себе черную, так как хорошие, качественные черные рубашки у меня в гардеробе нет. И я выбрала для себя размер МЛ. Ну, рукав я всегда подкатываю, хотя он чуть-чуть длинноват. Но мне хотелось, чтобы рубашка была прям оверсайзной. Чтобы ее можно было носить, например, с платьем миди по фигуре. Или же с вот этим костюмом. Или как-то завязывать ее поверх любого топа. Но если вы возьмете даже рубашку в своем размере, она все равно не будет сидеть прям плотно по фигуре. Она свободная. То есть есть внутри воздух. Это то, что сейчас безумно актуально. О, на мне сегодня также вторая рубашка от Эйм Кло. Но я заказывала это костюмом. Такой костюм немножечко в пижамном стиле. Я такие вещи люблю летом. Я хожу так гулять куда-то в город, когда супер жарко. Это тоже стопроцентный хлопок. Коротенькие шортики, свободная летящая рубашка. Тело дышит. Это выглядит очень стильно. Я добавляю какие-то аксессуары, шлепанцы и вперед. Или сандалии, спортивную обувь, босоножки. Что хотите. И мы вскоре едем на отдых. Поэтому эти вещи очень вовремя ко мне приехали. Как раз пригодятся мне. Буду носить и на пляж. Как вы знаете, я огромная поклонница жакетов. Я вообще не представляю себе свой гардероб именно без этого элемента. И я ношу их круглый год. Как летом, когда более прохладно. Так и осенью, зимой даже под пуховик. У меня их есть несколько в разных расцветках. Не все они такие по качеству, как мне хотелось бы. Вообще сложно найти хороший жакет. Именно чтобы он и сидел так, и ткань была достойная. И периодически мне приходится их обновлять. Когда я увидела этот на сайте, я подумала, что, господи, какой красивый цвет. Он мне жизненно необходим. Такой песочно-бежевый. Я очень гармонично ощущаю себя в таких расцветках. Для монолуков с брюками, с джинсами, даже с джинсовыми шортами. Я взяла себе размер XSS. И он сидит так, как я люблю. Слегка свободно и поверх платья. Ну вот, действительно. Я думаю, что если вы смотрите мои видео или сторис, где я показываю свои наряды. Вы уже неоднократно замечали, насколько часто у меня появляются именно жакеты. И этот я могу только от души рекомендовать. Здесь и ткань в такой легкий-легкий как бы рубчик. И подкладка здесь, и фурнитура. Вот каждая деталь, все строчки, все настолько потрясающе сделано. Вот покупая такую вещь, ты не просто осознаешь, но и видишь, и чувствуешь тактильно, за что ты платишь. Это настоящая бомба. Я уверена, что осенью вы будете видеть меня в нем максимально часто. Дальше я покажу две вещи. Это будет трикотаж, который я заказывала на осень. И пока я не забыла, у Эйм Кло до конца этого месяца, до конца июля действует скидка на трикотаж. Запасаемся к осени, у них очень хорошие составы. У меня есть несколько свитеров от Эйм Кло, которые я ношу пару лет. И вообще они не поменяли свое качество. То есть они не закатываются, не растягиваются. У Эйм Кло собственное производство. Они сами выбирают пряжу, они сами создают модели. И это будет такая хорошая база, которая будет вам служить годами. У меня есть тоже свитер в полосочку, в такую синюю от Эйм Кло. Он укорочен и с круглым вырезом. А в этот раз я взяла что-то стандартной длины. По-моему, это был универсальный размер. Нет, XSS все-таки. Но он тоже объемный. 50% хлопка, 50% акрила. Он с таким воротничком и своеобразным вырезом. И это белый цвет, черная полоска. Такой свитер хорошо смотрится и с обычными джинсами. А можно взять, например, брюки или шорты на завышенные талии. И потом это все заправить. Я уже так примеряла, мне очень понравилось. И в офис можно надеть. Если будет прохладный день, то куда-то на прогулку. Это действительно незаменимая вещь в гардеробе. Если вы хотите что-то с круглым вырезом, вы найдете все, что ваша душа пожелает. И второй свитер, кто бы мог ошибиться в моем выборе, это будет тоже цвет хаки. Это уже укороченный свитер. Он в универсальном размере точно. 50% шерсти и 50% акрила. Он небольшой. То есть я не уверена, что он, например, на размер М сядет так же, как на меня. То есть имейте это в виду. И если вы высокая девушка, то, возможно, рукав будет коротковат. Но на мне сидит так, как мне хотелось бы. Буду носить этот свитер с джинсами на высокой посадке и также с брюками. Очень интересный, такой модненький, стильный и необычный. Это вам не масс-маркет. Все, что я хочу сказать. Эти вещи обалденные по качеству. И оставлю вам все нужные ссылки в инфобоксе. Если же вам что-то понравилось из того, что сейчас не на распродаже, то я также поделюсь с вами кодом, который дает скидку 15% на весь остальной ассортимент. Ну а теперь мы с вами продолжаем. Чтобы вы понимали, мы сегодня проехали так много километров, прошли, и все бы хорошо. Но мне еще предстоит убраться здесь. И здесь также не то чтобы полный аут, но кто-то это должен сделать. И этим кем-то буду я. Игнат даже разложил шланг. Он поливался холодной водой. Попрятать велосипеды, потом загнать машину. Господи, и так каждый день. Ну все, с этим я справилась. Недавно снимала влог и говорила, что мой велик стоит почему-то на улице. Уж посмотрел, видимо, все понял. И сразу навел здесь порядок. И нашлось место для моего велика. Все закрываю. Вот у нас еще в гостях детки соседские играют в мяч. Готово. А еще сегодня с радостью обнаружила, что у нас начинает расцветать гортензия. И она будет свистеть буквально до конца лета. У нас такая беленькая. И не капризная, не привередливая. Потому что та, которая такая покрасивее, она очень быстро замерзает. И вообще там нужно за ней специально ухаживать. Во всяком случае, все наши друзья нам так говорили. И садовник, который помогал нам выбирать растения, тоже это подтвердил. Для Микуши вам тоже счастье. Мика всегда очень радуется, когда у нас много детей. Тоже играет с ними. Сегодня попробовала впервые вот эти вафли. Я вообще не ела ничего мучного. Здесь, правда, цельнозерновая мука. Но они очень вкусные, съедобные. Я боялась, что я не смогу это есть. Посмотрим, как мой желудок отреагирует. Но в целом очень-очень вкусно. Я думаю, что иногда буду себя баловать. Покупала на их вот эта марка. Просто супер. Я думаю, что в следующем году мы будем менять террасу здесь. Мы покупали дом, и эта терраса уже здесь была. Но так быстро пачкается. Вообще приходит в негодность. Стоит что-то не слишком тяжелое уронить. И откалываются кусочки. Поэтому присматриваем какую-то доску. Вчера была сильная буря. Потрепала наши цветы. Поэтому мне сейчас еще нужно будет все это подметать. По поводу мебели из Икеа. Во-первых, ее нужно обязательно прятать на зиму. В Икеа продаются специальные чехлы. Если этого не сделают, то ей капут. Мало того, если неправильно обновить лак, то есть не стереть прошлый слой, то все тоже пиши пропало. Томак так сделал. И как-то реанимировали ее папа с другом. Но сломалась вот здесь одна деревяшка. И нужно искать где-то, да заказать. Как бы она не плохая, но сказать, что вау, я тоже не могу. Я еще хотела постирать чехлы. Они светлые, тоже быстро пачкаются. Неплохо смываются обычной тряпкой, но несколько раз в сезон приходится стирать. Пожалуй, не сегодня, потому что я точно рухну. Настроение сегодня чемоданное. Все по той причине, что мы сегодня с Настей едем в горы. И не то, что вы прям супер поклонница отдыха по отдельности. Я скучаю. Если куда-то можно поехать все вместе, то я не совсем как бы понимаю, зачем каждому ехать отдельно. Но сейчас я чувствую, что мне нужно перезагрузиться. Недавно Томак был в супер поездке чуть дольше, чем я. И также где-то с января у меня не было нормальной возможности пообщаться со своими подругами. Вот прям, чтобы целый день проболтать, обсудить все, погулять вместе, помолчать, если это необходимо. Я была завалена работой, также бытовухой, поэтому сейчас я даю себе время как-то переключиться, наполниться энергией и насладиться общением. Мы с Настей едем в Закопаны. Это один из самых популярных горных курортов в Польше. Причем он популярен и актуален не только зимой, но и летом. Вроде как завтра будет дождь, но нас-то не останавливает. Я заказала номер с хорошим спам, и с Настей выбирали... Ой, это вообще прикол. Если не забуду, то расскажу, как я чуть не потеряла 100 евро. Короче, давайте не сейчас, потому что я еду, и прежде чем буду все складывать в машину, хотела сделать небольшую распаковку. Это очки от моего любимого бренда CELINE. Блин, они такие дорогие. Это на самом деле подарок такой запоздавший. И давайте уже поскорее открою, покажу вам. Это очки, которые я очень хотела. Ну, шикарно же. Сразу в них и поеду. Что-то такое есть в очках CELINE, что всегда вне времени и ко всему подходит. То ли у них форма такая, так же материал, из которого они сделаны. Я очень-очень рада такому подарку, особенно учитывая то, что я недавно поцарапала свои очки Tom Ford. Оставлю вам название этой модели внизу. Я примеряла ее, но как-то прям, знаете, не мониторила, где бы ее приобрести. И я в восторге. Ну что, пошла я загружать свой багаж в машину. Беру с тобой камеру, и мы едем отдыхать только женской компанией. Пойдем. Кстати, девочки, приехали мои кеды из Stradivarius. Я взяла себе на размер меньше, и сегодня они идеально подойдут к моему аутфиту. Они на распродаже, и сейчас еще дешевле. Прям кайфовые. Мы ехали чуть дольше двух часов. Ехали, ехали и приехали. Отель, в котором мы остановимся сегодня. И, собственно говоря, все. Называется Носоловый парк. Здесь очень красиво. Я впервые в таком месте в Закопане. Мы обычно выбирали что-то традиционное, чтобы было побольше места, а не просто номер в отеле. И это вода с лимоном. С приездом. А здесь есть еще зона с шампанским. Я думала, что это какая-то вечеринка бренда, но нет, это их партнер. И говорят, что вечером здесь красивая подсветка. И также в субботу играет кто-то на рояле. Должно быть очень красиво. Мы пришли на разведку, пока нам раздвигают кровать. Потому что у нас уже по традиции односпальная. Здесь тоже может быть прикольно, Настя. У нас видно эту зону. Слушай, я здесь столько нас снимаю, потому что это реклама отеля. Ну, нет, к сожалению. Надеюсь, здесь не будет типа 10 человек. Можно будет прийти, потиснуть. Ой, какая теплая вода. Аж некомфортно в такой температуре, как сейчас за окном. Но вообще очень приятные первые впечатления. Мы наконец-то заселились без консьержа. Он такой немножко с приветом. Нам раздвигали нашу двухместную кровать. Номер очень симпатичный, довольно просторный и стильный. Очень интересные такие элементы интерьера есть в каждом помещении. И еще нас тут встретили мини-десертом. Но ни я, ни Настя мы не едим сладкого. Вид у нас, я считаю, даже лучше, чем в VIP номере. Сейчас расскажу вам прикол. Здесь вот место почему-то для одного человека. Но я думаю, что можно как-то организовать. И второе кресло. И вот здесь традиционный домик. Также спа-зона, которая находится снаружи. Еще в каком-то из помещений у нас есть спа, в который мы завтра отправимся. Я думаю, что спа-зону мы тоже обязательно посетим. Отдых тем. Кому за 30? Настя, как оно печет? Я знаю. Но оно зато очень хорошо помогает. Нет, у меня болит горло от кондиционера. Юльки, пожалуйста. Но оно помогает. Еще больше болит теперь у меня. Нет, оно пройдет. Дыши. О, Боже. У тебя настойка из крапивы. На, видишь, я сложила мяту в холодильник. О, мой гад. Не, уже отдыхает. Да, ты второй закапала? Я сразу два погасну. Я сразу поняла, что оно так больно, я второй не закапала. Господи. Да, полежи. Эти очки упали. Я их туда не еду. Отдыхать тем, кому за 30. Хочешь есть, закапай нос. В смысле, пройду это идея. А чем ты мне закапала вообще? Это настолько какой-то пихты. Но очень идеальная действенная штука. Сколько раз в день это надо таким страдать? Максимум два. Можно выдержать. Ты не мухлюй там, давай втягивай. Ты серьезно, от насморка? Настя капает за компанию, чтобы мне не было так обидно. Приехать в Закапане и прийти в итальянский ресторан. Знаем, умеем, практикуем. Но на самом деле это место нам знакомо, и отсюда гораздо лучше вид, чем из нашего VIP-номера в отеле. Ну, у нас не VIP-номер, но мы его тоже посмотрели. Скажите, как это придумала или не надо? Я даже не могу себе представить, как долго ты думала. Я уже третий раз Настю прошу, говорю, покажи мне свои ногти. Вот у кого-то мне нравится, но я бы сошла с ума. А ей очень-очень идет. Ноги показывать не буду. Ноги я еще не видела. Посмотрим вечером. Еще у меня в машине лежали мои часы. Настя, я померю, я померю. Мы ехали, Настя, так, из-под тяжка. Хоп-хоп-хоп. Я свои забыла. Новые часики. Настик, носик. А ну-ка. Патаре 2002. Это точно. Кто из вас помнит эти трафареты? Это же такая ностальгия. Господи, как я их обожала. У меня были все цвета гелевых ручек. А, еще и ручки. Да, еще и ручки. Причем покупаешь одну. Но вот такого крутого у нас тогда не было. Чтобы такие цвета были. Супер-пупер. А ну-ка, отзовитесь, кто рисовал так же, как я. Реально, как в детстве. Где-то в Евпатории. У меня младший брат. И он всегда тянул нас на эти карусели на машинке. А мне было так неинтересно. А музыка, которую вы слышите, это очень популярно в Польше. Называется диско-поро. Субтитры сделал DimaTorzok. Я думаю, твои подписчики подумают, что на тебя плохо влияют. Так, сколько времени у нас? У нас 10 вечера. Мы пришли после бассейна и джакузи. Слышишь, специально для меня доска я лично. Глава, у меня рука просто... Я думаю, что-то упало. Что-то моё. И серьезно, такая низкая, такую штуку на него. Вот я и техника, это сюда... Я думаю, это стоит снять. Мне даже не сложно постоять, подержать. Сейчас я тут сделаю красивую картинку. Там бардака нет. Нет, я вот эту... Я еще не успела разложиться. Я сегодня вообще не поужинала с этой девушкой. Она испугалась толпой народа. Сказала очень шумно. И мы пришли. Я хочу есть. И поэтому ты начала гладить. Ну, идем вниз. Мало того, что у меня джакузи смыло весь макияж. Не смыло тебе ничего? Не смыло тебе ничего. Не смыло, только глаза. Надо же как-то держать марку. Да я не смеюсь, я тебе сейчас свой наряд покажу. Я просто хотела спросить. Хочешь, чтобы у нас был... Сейчас, я найду. Я че, Настя? Это тоже зебра? Хочешь, чтобы мы погулили свой зоопарк? Смотри, у меня у тебя зебры, а у меня тигры. Я тебе говорю, Настя, у нас... Подожди, что-то пищит. Может, он хочет, чтобы в него влили воды? Видишь, какая у меня эта модная? Заборка в ботене. Типа того. Подожди, у меня есть для тебя подарок. Не один. Подарок? Да, я забыла. У меня есть для вас денег? Нет. Вау, Блия, это очень приятно. Это для этого пьешь с киевского стакана, типа айс-кот. Да. Вот. У тебя был красивый стакан. И ты прощаешься с меня подарок? Нет, не надо. Спасибо тебе большое. Это пояс без ничего. Без ничего, без дырочек и без пояса. К встрече не подходит. Спасибо тебе большое. Я потеряла Настя. Я даже искала его снова к этому платью, который у меня у тебя была. На завтрак приезжала. А, ага. Я типа его не смогла найти. Я не знаю, когда вообще Нарвина пропала. Я видела, как на вермутских тревогах. Слышишь? Он на мне настегнется? Ты взяла с запасом, я надеюсь. Ну, он, да, он застегивается. Да если я на халат наперла. Ну, конечно, халат. За мне это, наверное. Упс. По ходу дела у меня окончательно начал пропадать голос. Насте нет. В номере она пошла на йогу, а я вот помылась, заварила себе кофе, начала с вами разговаривать, поняла, что кажется у меня проблемы. Кстати, вчера мы таки добрались в джакузи. Настя еще в бассейне плавала. Я не очень люблю прохладный бассейн, но это был настоящий кайф. Мы сидели до закрытия. И сейчас я слегка подкрашусь. Я уже успела нанести фильтр SPF 50. Сегодня снова будет 29 градусов. Легкий тон. Он вообще практически ничего не перекрывает, но общий вид лица делает более отдохнувшим. Наверное, мы будем фоткаться, поэтому я слегка себя тут это самое. Нарисую заново. Консилер от Эволайн. Много раз рассказывала вам. Обожаю его именно каждый день. И карандаш для бровей от Паэза. Это у меня миниатюрка румян и бронтера от Нарс. Лагуна и оргазм. Очень удобно, что это маленькая такая штучка. Не занимает много места в дорожной косметичке. И мой черный кофе. Буду как-то спасать свой голос, потому что это не дело. Вот вам и болтание с подружкой. Я уже собралась, а Насте все нет и нет. Расскажу вам прикол. Вчера, когда мы приехали, мы поинтересовались, можно ли доплатить, чтобы получить номер с видом на горы. Оказалось, что многие номера заняты. Но есть у них еще отдельный вид номера. Там всего несколько. И для них отдельный вид. Там нужно идти такими лабиринтами. И когда мы зашли туда, спрашиваем, а где же вид на горы? И консьерж рассказывает, что нужно присесть, тут наклониться, и вот там горы. И тот номер стоит в несколько раз дороже. Он, конечно, побольше, но как-то забавно получилось. А по поводу консьержа, он настолько странный. Он так много говорит. Он так странно шутит. И такой немножко на своей волне, назовем это так. Мы с Настей друг к другу улыбались. Он постоянно что-то говорил в тему. И не в тему. Короче, он нас за 5 минут настолько утомил, что потом мы уже ждали, когда он займется другими гостями, и сами отнесли свои сумки. У нас там небольшой багаж. Мы вообще не нуждались в помощи. Но некоторые люди не должны работать в сфере обслуживания. Еще когда мы искали отель, оказалось, что есть два отеля с очень похожими названиями. Я, как всегда, спешила, была занятая. Я поздно вечером резервировала ночлег. И я присылаю Насте подтверждение резервации. Она говорит, блин, это не этот отель. Я говорю, ничего страшного, я отменю. И вроде как отмена не стоила ничего. Тот отель хуже, но он еще и дороже. Я не знаю, как такое возможно, но на букинге было так. Короче, я отменяю. И написано, что отмена резервации стоит 100% оплаты за отель. И я чуть не потеряла много денег. Думаю, ладно, потом буду ее снять. И что вы думаете? Иногда нужно отпустить ситуацию. То есть не заморачиваться, не трепать свои нервы. Как-то не убиваться по этому поводу. И иногда все само по себе как-то решается. Мне позвонили из того отеля и спросили, да, отменяла ли я резервацию, какой повод. Я все рассказала. Они, ну хорошо, напишите, пожалуйста, в умейле, и мы полностью вернем вам деньги. Вот так. Так что я поняла, что по мелочам не стоит переживать. Особенно все, что касается каких-то материальных благ. Это никак не заменит, не компенсирует нам потраченные нервы. И в итоге мы приехали туда, куда мы хотели. Мы в полной мере насладились этим местом. Я открыла для себя закопанная с какой-то новой стороны. И это было самым крутым решением. Вот так спонтанно взять и поехать. Мы с Настей давно договаривались куда-то махнуть. Мы думали, что мы куда-то полетим. Сейчас все чуть сложнее. Вот. И я очень-очень загружена была в последнее время. И потом я как-то ехала из торгового центра. Я покупала там Захарчику необходимые вещи в лагерь. То, чего нам не хватало. И набрала Настю. Я была недалеко, но я тебе подъеду. И мы так вечером сидели в машине, болтали, смотрели на дома. Вот. И Настя говорит, давай куда-то поедем. Говорю, давай. Она, когда ты можешь, мы вот так вот, знаете, спонтанно взяли и поехали. И я настолько отдохнула и настолько расслабилась. Мы можем болтать обо всем и ни о чем. Без остановки. О чем говорит теперь мой голос. Это супер классное ощущение. И я думаю, что в следующий раз мы с Настей поедем, например, во Врофа. Или в Варшаву. Или в какое-то другое место. Даже здесь, в Польше. Пришла Настюша. Мы наконец-то идем на завтрак. Мой организм нуждается в теплом кофе. Ну, потому что вот это, это было такое. У меня очень. Приходбородка. У меня такой голос, как будто я вчера тусовалась. И приедешь с ним домой. Я приехала домой. Сейчас за окном. Там такой ливень, что у меня даже от влажности начали ливиться волосы. Я заварила себе кофе. В последнее время я пила только кофе со льдом. А сейчас вот как-то так уютно. Немножко серое за окном. Что хочется выпить чего-то теплого. Погреть ручки. И где я сегодня была. Давайте глоточек и продолжим. Итак, где я была. Я проходила контрольное обследование ЖКТ. Мне делали УЗИ. Там всей вручной полости. Всех органов практически. Там что-то более тщательно посмотрели. Что-то так профилактически. Но меня ничего не беспокоит. То есть я планирую операцию. Я буду сшивать свой диастаз. Который мне диагностировала доктор. Она, собственно говоря, будет выполнять операцию. Еще несколько лет тому назад она сказала, что Оль, если вы не планируете детей, то давай лучше сейчас сошьем. И потом будет жить уже свободной, полноценной жизнью. Без ограничений в спорте, в повседневных активностях и так далее, и так далее. Но так как мы не были уверены, буду я беременеть еще раз, будем заводить третьего ребенка или нет. Не очень красивое выражение. Заводить ребенка. Это же не рыбку завести. Ну, как-то так принято говорить. Короче, третьего ребенка мы не планируем. Поэтому я решилась на операцию. Причем я была настроена уже давно. Пришла пандемия. И непонятно, работают, не работают. И я вам говорила, что я начала свою подготовку еще пару месяцев тому назад. И на этой неделе я также пойду к доктору, чтобы уже конкретно обо всем договориться, назначить дату операции. И также мы с домиком все обсудили, что в октябре вроде как у нас будет меньше работы, и у меня, и у него. Я вынуждена буду взять небольшую паузу для того, чтобы восстановиться первой недели из-за большого шрама. Да, это разрезаются все мышцы. Ну, не все. В общем, разрезаются мышцы. И первой неделе мне, конечно, понадобится помощь второго человека для того, чтобы функционировать хотя бы в своем доме. А потом будет еще восстановление с реабилитологом, с которым я уже сейчас работаю. Но я как-то, знаете, положительно настроена, хотя бы по той причине, что весной ко мне пришло осознание всех моих неправильных действий. То есть я постоянно откладывала себя в крайний ящик. Все остальные хлопоты, проблемы были гораздо важнее, пока мой организм не начал бить тревогу и не показал мне, что так делать нельзя. Если вы чувствуете то же самое, я очень надеюсь на то, что мои слова как-то откликнутся у вас. Если мы сами о себе не позаботимся, то этого не сделает никто. Поэтому мы у себя должны быть на первом месте. И если не будет здоровья, то не будет сил, и все остальное, в принципе, станет не настолько важным. А вот этой бытовухе в работе, дети, все, что связано с твоим близким окружением, с людьми, которые тебе не безразличны. Я вот очень часто могла, знаете, как супервумен порешать все на свете, тянуть на себе все, что угодно, но только не прислушиваться к себе. И я не спонтанно к этому пришла, я понимала, что нужны перемены. И вот как-то, знаете, чем больше я слушала себя, свой организм, не просто какие-то мысли, да, я вообще не переношу эти все осознанности, потоки и что там еще, инсайты. Нет, давайте сегодня без этих слов, потому что я уже не могу от всех этих просветленных. В какой-то момент я поняла, что я перманентно плохо себя чувствую, что у меня не хватает энергии, что у меня плохое настроение, что я хочу, но не могу чего-то сделать в физическом плане. И я подумала, окей, сначала я там проверю свое женское здоровье, сдам кровь, все возможные гормоны, щитовидку. Вот, и я также уже понимала, что меня какое-то время беспокоит спина. И я не могла уже наклониться, например, там в ванной, помыть голову. Я начала мыть волосы только в душе, что я не очень люблю делать. Мне проще раньше было наклонить голову, и как-то так быстрее, удобнее, в принципе. Потом я поняла, что я не могу поворачивать голову влево. Думаю, раз терпимо, я могу дальше фигачить, извините за выражение. И в какой-то момент я уже, знаете, потихоньку начала там маленькими шагами заниматься именно проверкой, все ли хорошо, потому что, блин, здоровье это самое ценное, что у нас есть. И я поменяла свое питание, я вам говорила, и нужно было тщательно следить именно за самочувствием и сдавать анализы. Все было хорошо, но меня беспокоила спина. И я думала, что, а может, это почки, потому что я ограничила себя в некоторых продуктах. И думаю, блин, все же так хорошо начиналось, что-то пошло не так. И, конечно же, меня начали направлять к разным врачам, там, все эти обследования почек. А я ездила на реабилитацию с Захаром, с его ногой. У нас скоро уже финальное обследование, я думаю, что все должно быть хорошо. Нет, не так, я уверена, что все будет хорошо, потому что его ничего не беспокоит. Мы выполняем все упражнения, электрофорез, микротоки, лазер, массаж. Короче, этим я тоже занималась в последнее время. Пока он не поехал в лагерь, но мы успели выполнить программу прям так, как надо. И я пришла с ребенком к реабилитологу, так как у женщины очень большой опыт, 33 года реабилитирования других и после операции, и пожилые люди. Я говорю, может, вы знаете кого-то, какого-то уролога, к которому я могла бы пойти, а то меня тут пихают, то туда, то сюда, вы знаете о медицине в Польше. Она говорит, мадам, давайте я посмотрю вашу спину. И что вы думаете? Я думала, что это болезнь в таком пожилом возрасте. Я думала, что не сейчас. Когда я услышала, что у вас начальная стадия радикулита, я такая, что? Какое еще? Оказалось, что у меня защемляет нерв. И в принципе это происходит из-за того, что идет очень сильная нагрузка на спину. Так же, когда я занималась в прошлом году или позапрошлом, когда это было с персональным тренером, мне нельзя было качать живот, но он всегда делал большой акцент на спину. И вообще это очень сильно навредило, в принципе, всему кору. То есть, если слабая одна часть, то остальные перегруженные. То есть, ты все равно надрываешь свое здоровье. А так как я не могу полноценно заниматься спортом и даже йогой, некоторые упражнения мне нельзя делать, бегать мне тоже нельзя, меня это задолбало. Я больше не хочу жить в этих постоянных ограничениях и мыслях, что мне нельзя это, пятое, десятое. И, конечно же, мне хочется видеть хорошую подтянутую фигуру и не думая, что тут прихватит, тут прихватит 33 года. Нет, стоп. Поэтому я отложила многие вопросы, дела в сторону. И просто, знаете, нужно что-то как-то себя там подрихтовать совсем немного, чтобы было прям прекрасно. И это я не к тому, что я такая бедная и несчастная, пожалейте меня. Нет. Я знаю, что очень многие живут так же, как я, что я подожду. Сейчас мне надо это, это пятое, десятое, уборка, дети и по накатанной. Нет. И, короче говоря, у меня из-за проблем с животом, в том числе и страдает спина. А, короче, я решила, что тянуть больше нет смысла. Беременеть в ближайшее время я точно не планирую. Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что мне сложнее восстанавливаться. Даже в том плане, что если я пойду поздно спать, то утром я буду разбитая. Уже я не могу так много гулять, я не могу себе позволить три баклова вина. Нужно знать меру, чтобы завтра быть в строю, чтобы продолжать жизнь, чтобы наслаждаться днем, а не страдать и ждать, когда он закончится, и ты откручиваешься без ног. Хочется как-то более качественно проводить время. Мне хочется кататься на велосипеде с детьми столько, сколько есть желание, и столько, сколько нужно им, а не говорить, что я больше не могу. И вот я решила, пока Захару в лагере, я в том числе занимаюсь своим здоровьем. То есть Тома Купроще, конечно же, с одним, он еще и в садике. Я назначу дату, и потом сдам кровь, все пройдет хорошо. Я также почувствовала, что мне, наверное, нужна небольшая перезагрузка, в том плане, что мне хочется взять какую-то новую энергию, новые идеи. И когда будет настроение, я буду снимать видео. Когда я почувствую, что мне хочется полениться, я тоже дам себе расслабиться. Мы с вами увидимся обязательно совсем скоро. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я обещаю, что буду радовать вас новыми видео. Возможно, что-то буду публиковать в Инстаграме, как только у меня будут на это силы. Все. Всем пока-пока. До новых встреч совсем скоро.